Успешные, знаменитые и одинокие. Но почему для этих звезд до сих пор не прозвучал марш Мендельсона? Одна из самых желанных певиц страны, Анна Семенович, до сих пор не устроила личную жизнь. Были мужчины, которые меня тоже обижали, расставаясь с которыми я плакала и переживала. Актриса Светлана Камынина считает, что сама отпугивает потенциальных женихов. Любили его нет. Очень давно уже нет этого любимого человека. Певица Азиза уверена, что много лет назад ее прокляли недоброжелатели. Я до сих пор не могу понять вообще, почему это произошло. Как это вообще могло произойти? А Станислав Садальский считает любовь помехой для счастья. Сердце ведь, знаете, от неприятностей дает речь, она потом разваливается. Но откуда такие комплексы? Несчастное детство? Негативный опыт? Или, как говорят, венец безбрачия? Актер Станислав Садальский всегда был очень популярен у женщин. В стройной в юности, с хорошим чувством юмора, звезда экрана. И никто не приголубит, и никто не исцелит. В его фильмографии более ста фильмов. Станислав не стеснялся пользоваться своим успехом, крутил многочисленные романы и научился прекрасно разбираться в женской психологии. А за веселье надо платить. Сейчас мне безумно нравятся умные женщины. Хотя с дурой легче. Как правило, дуры все очень хорошие актрисы. Вот как дура, вот полная дура. Такая замечательная актриса. Ему приписывали романы с Ларисой Удовиченко, Ольгой Богдановой, Татьяной Васильевой. Станислав резал вены из-за Лилии Толмачевой. И пытался ухаживать за Евгенией Симоновой. На прошлой неделе я говорил вам про свою любовь. Я говорю, Жень, пойдем. И вот вчера получили деньги. Я говорю, пойдем в ресторан. Пошли в ресторан. Она говорит, я без мужа не хожу. Ну, я говорю, тогда я предложение свое убираю. Она замечательная актриса, но вот видите, такая порядочная. Без мужа не ходит. Сам Садальский был женат всего один раз. В юности повел в ЗАГС гражданку Финляндии. Но брак был недолгим. Супруга без объяснений собрала вещи и уехала в Хельсинки. Садальский даже не знал, что она беременна. Она уехала и уехала, и вся связь прервалась. И потом в какой-то момент он получил сообщение о том, что она умирает. Он едет в Финляндию, и только там, на похоронах, Стас узнает, что у него растет дочь. Уже взрослая дочь фактически. Больше связывать себя узами брака Садальский не захотел. Он одинок и менять свой статус не собирается. Я был влюбчивый, потому что все равно надо себя сдерживать в страсти. Я считаю, что для мужчины главная профессия. Он заработал свой хлеб честно, и это не маленькое состояние. У него красивая жилплощадь, большие апартаменты, большая квартира, обставленная квартира. Но детство у актера было несчастным. Садальский рано лишился матери. Ее на глазах сыновей убил жестокий отец. В 12 лет Станислав попал в интернат. И жизнь там была не сладкой. Его часто обижали. Сердце ведь, знаете, от того, что от неприятностей, есть такая фрустация, от горячего и холодного, она дает трещину, а потом разваливается. Поэтому я закрыл свое, и думаю, я стану знаменитым. Я буду знаменитым, я стану, я подчинил все своей профессии. Вот эта огромная такая черная полоса, которая прошла через жизнь 23-го подростка, она, конечно, скорее всего, и оказала то негативное воздействие восприятия семьи. Все равно ничего от нас не добьетесь. Звезда 70-х Геннадий Бортников тоже всю жизнь прожил в одиночестве. Как и Станислав Садальский, в детстве актер лишился матери и избегал женщин. Его так любили женщины, его буквально не пускали. Он должен был выйти из театра. Он не мог выйти. Толпа женщин ждала его. Он гримировался иногда. Он надевал какие-то другие костюмы. В Бортникова была влюблена Людмила Горченко. Они вместе играли в кинокартине «Взорванный ад», и актриса надеялась перенести кинороман в жизнь. Я сегодня буду петь только для вас. Но Бортников пресекал все попытки флирта. После смерти матери Геннадий остался жить с отцом. Тот тяжело переживал горе и подавлял сына гиперопекой. Папа, видимо, был очень такой властный человек, руководящий им. И он хотел, он видел сына летчика. Отец хотел для сына лучшего, но перегнул палку. Гена сбежал из летного училища в монастырь. «Живи, как хочешь», – махнул рукой отец. «Ты зачем назвал меня гитлеровским халуем, а?» Он был женат на своем таланте. Ему интересно было заниматься только профессией. В 80-х о Бортникове почти забыли. Актер ни с кем не общался и редко выходил из дома. Его одиночество разделяли только коты. Одинокий человек, окруженный кошками. А кошек нельзя оставить. Их кормить надо. И он стал неопрятным еще. Он стал опускаться ниже, ниже, ниже. В 2007 году забытый всеми Геннадий Бортников умер от инфаркта. От любви одни несчастья, уверен Станислав Садальский. В 2023 году из-за неразделенных чувств погиб племянник актера. Хотя Станислав пытался предупредить трагедию. Он говорил, для тебя только профессия. Ты должен... Только профессия. Только профессия для тебя должна быть. Он влюбился так, он ни рукой, ни на огонь не мог пошевелить. Он заложил квартиру, купил ей бриллиант, шубу с соболью. Она ему изменила, и он повесился. Сам Садальский не раз признавался, что его всегда тянуло к женщинам намного старше. В юности у Стаса были неоднозначные отношения с актрисой Верой Морецкой. Любой, даже самый плохой человек переменит. Садальскому было 17, Морецкой 65. Он даже некоторое время жил у нее дома. Ах, ах, мне душно. Ну, махайте, на меня махайте. Станислав намекал и на близкие отношения с Людмилой Целиковской во время съемок фильма «Лес» в 1980 году. Стойте, что? Вы в своем уме? Это не были отношения, как мы привыкли, мужчина и женщина. Это были отношения матери и сына. Его часто видели и в компании с Людмилой Максаковой, которая на 10 лет старше. Приведи платье летучей мыши, но его надену я. Хотя про любовь Садальский предпочитает не говорить. Нельзя говорить «люблю». Вот нельзя. Вот этот... Я вот проверен. Вот скажешь, что я люблю тебя, ты уже не любишь. Уже это проходит, все уходит свисток. Нельзя, вот нельзя говорить вещи. Психологи уверены, что Садальский пытался найти замену рано ушедшей матери. Но в итоге так и не решился создать семью. Самым страшным для человека в жизни оказалась семья. То есть создание семейных отношений. Садальский не унывает. Он ведет роскошную жизнь и ни в чем себе не отказывает. Станислав – один из самых популярных блогеров России. Его любимая тема – сплетни о личной жизни других звезд. Человек не юлик, не выкручивается, не живет двойной жизнью. А вот какой он есть, такой он и есть. Как он чувствует ту или иную ситуацию, так он и высказывает. Звезды подкидывают много поводов для обсуждения. Актрисе Мирославе Карпович уже хорошо за 30, а она до сих пор одинока. Мирославе катастрофически не везет с мужчинами. Ей приписывали романы с Егором Кридом и Сергеем Лазаревым. Но больше всего обсуждали роман Карпович с Павлом Прилучным. Ее поведение очень похоже на такое вот из последних сил, последний шанс. Вот надо все усилия, всю кровь свою вот просто и у всех вокруг выпить, но как-то выйти замуж за кого-то. Никаких принципов – женатый, неженатый, сколько детей. Ходили слухи, что именно ради Карпович Прилучный бросил жену Агату Муцениеце и двоих детей. Но после нескольких публикаций в прессе Павел заявил, что всегда видел в Мирославе лишь хорошего друга. Раньше Карпович осуждали, а теперь жалеют. А парапсихологи говорят, актриса явно стала жертвой злого навета. Винок безбрачия – это самое страшное проклятие на самом деле. То, что мешает человеку создавать семью. Светлане Камыниной 45 лет. За плечами десятки ролей и ни одного официального мужа. Актриса отчасти повторяет судьбу своих героинь – сильных, властных и в глубине души одиноких. Ей бы нет. Очень давно уже. Нет этого любимого человека. Даст Бог – придет. Но не даст – тоже хорошо. Сейчас актриса востребована в кино и в театре. Но было время, когда Светлана работала на ресепшене в отеле, так как режиссеров она не интересовала. Прорыв в карьере случился, когда Светлане предложили роль в сериале. Ты что выдумал-то, а? Ну, во-первых, тебе напрягаться нельзя. Популярность не принесла счастья в личной жизни. Несколько лет назад любимица миллионов даже впала в тяжелую депрессию, когда уже отчаялась создать семью и завести детей. Апатия. Был очень большой страх. Очень был большой страх. Очень. Вот в этот период у меня какие-то тяжелые моменты выпали, вот где-то, наверное, от 37 до 39 лет. Это был тяжелый период, да. У Светланы было несколько попыток создать семью, но все они закончились ничем. Актриса считает, что мужчины ее попросту боятся. Тебе подойти страшно, потому что я не такой состоявшийся, или я зарабатываю меньше. Ну, как что мне дальше с этим человеком делать? Если у вас не хватает смелости, подойди. Ряд женщин, пережив разочарование, решают для себя, что они больше в такие отношения, разрушающие, вступать не будут. И они уходят в противоположное такое поведение, в контрзависимость, отвергают любые попытки строить отношения и находят какой-то, ну, безопасный для себя способ жить. Ну, прежде всего, это, конечно, погрузиться полностью в работу. В 90-х певица Азиза сводила с ума мужчин по обе стороны экрана. Яркая, сексуальная и такая манящая. Милый мой, твоя улыбка Ванит, ранит, обжигает Она привнесла на эстраду лёгкую эротику. Причём такую восточную. В эту женщину не только влюбляешься, но и хочется какие-то шурамурочки. По словам Азизы, её звали замуж Александр Малинин и юный Филипп Киркоров. Но она им отказала, так как уже встречалась со знаменитым актёром Александром Абдуловым. Наверное, в то время я ещё могла увлекаться. Это, как говорится, влюбляться. Сейчас некогда популярная артистка одинока. У неё нет детей, а все её браки закончились разводами. Азизу вспоминают только в связке с именем Игоря Талькова. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоём. Талькову убили 30 лет назад. И многие до сих пор считают, что в смерти певца виновата Азиза. Её охранник и по совместительству любовник Игорь Малахов поругался с Тальковым. Вспыхнула драка, которая закончилась роковым выстрелом. В какой-то момент, видишь, решили, что всё надо решать кулаками, оружием. Я до сих пор не могу понять вообще, почему это произошло. Как это вообще могло произойти? Но опытный экстрасенс уверяет, роковой выстрел был не случайным. По словам из Смиры Шестовой, ещё в юности Азиза увлеклась магией и буквально поставила на кон свою жизнь. Она обращалась к чёрной магии, к белой магии, где просила успех, личную жизнь. Азиза вышла на сцену в 15 лет. После смерти отца она была вынуждена зарабатывать, чтобы помочь матери. В Москве она закрутила роман с композитором Олегом Бескровным, который её очень любил. Но вскоре Азиза ушла от него к богатому и влиятельному Игорю Малахову, члену Ореховской ОПГ. Я влюбилась в творческого и очень талантливого парня. Мне нравился его ум, и мне нравилась его мудрость. Но смерть Талькова перечеркнула личное счастье артистки. Вскоре у Азизы случился выкидыш. Она потеряла ребёнка от Малахова. Игорь стал сильно пить, а потом ушёл от Азизы к другой женщине, которая родила ему двоих детей. Было сделано магическое воздействие, с помощью которого она хотела добиться этого человека. И она добилась его. Она забеременела. В день трагедии магия своё забрала. То есть она забрала и мужа, и ребёнка, и успех. Отвали, отстань, уйди. Невезуха, невезуха. Изгнанная из шоу-бизнеса Азиза мечтала стать счастливой женой и матерью. Она встречалась с питерским бизнесменом Александром Бродолиным. Хотела пройти процедуру ЭКО. Но бизнесмен её планов не разделил. Потом Азиза собиралась замуж за армянского стоматолога Давида Григоряна. Но разорвала помолвку из-за измен жениха. Я красивая. Я самодостаточная. Я талантливая. Везде я, я, я. Но почему я одинокая? Вот в чём вопрос. В 2021 году Азиза вышла замуж за итальянского ресторатора Александро Лорте. Нашла суррогатную мать и провела процедуру ЭКО. Но материал не прижился. Я закрыла тоже эту дверь. И я сейчас это воспринимаю без боли, что у меня нет детей. А через несколько месяцев рухнул брак с ресторатором. Итальянец оказался безработным уроженцем Липецка. Я перестала ждать. Я стала заниматься другими вещами, не менее полезными. Артистка уединилась в загородном доме под Сергиевым посадом. Теперь она проводит свои дни в окружении собаки и многочисленных кошек. И продолжает заниматься магией. Мощь, энергия, дух леса здесь, дух воды. Можно здесь посидеть рядом с водой. Сейчас, знаете, мне, например, больше нравится разговаривать с водой, чем с некоторыми людьми. Это негативная программа, наведенная на человека, которая разрушает его жизнь, убирая из него близких людей. Человек полностью остается один со своей бедой, со своими проблемами и постепенно начинает чахнуть. Певец Родион Газманов после очередной неудачи на личном фронте погрузился в работу. И чтобы сбежать от одиночества, сочиняет новые песни о несчастной любви. Пришла пора простить того, кто предал. Начать виток, спустить курок, замедлить бег, принять как факт. Пусть он казался бредом, что дело было вовсе не в тебе. Сыну знаменитого артиста уже за 40. А он до сих пор холост, живет в компании кота и ведет собственный блог, где дает советы, как пережить расставание. У меня были, безусловно, моменты ситуации расставания, и довольно тяжелые, точно. Нужно окружать себя новыми впечатлениями, новыми людьми и так далее. Это все, безусловно, нужно, наверное, но самое главное – это время. Родиону Газманову приписывали роман с Елизаветой Арзамасовой. Но в 2020 году актриса вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Год спустя появились слухи об отношениях Газманова с Ольгой Бузовой. Тогда звезда рассталась с блогером Давидом Манукяном, а Родион публично поддерживал ее. Однако замуж не позвал. Детская травма в отношении развода родителей. Родион просто боится заводить семью, чтобы не произошла такая же самая ситуация, какая произошла у него в детстве. Когда вот это вот произошел развод родителей. Певец Олег Газманов был женат дважды. Первая жена Ирина родила артисту сына Родиона. Талантливый мальчик выходил с папой на сцену и покорял зрителей своим артистизмом. Но когда Родиону было 12 лет, семейное счастье рухнуло. Олег ушел из семьи к Марине Муравьевой. Как-то, ну, люди не держатся друг за друга, они не пытаются спасти свои отношения. И когда вы видите, что вокруг вас все там надоели друг другу, разошлись, разъехались, почему вам держаться этих отношений? То есть все происходит от внешнего примера. Родион переживает, что у него тоже не получится создать крепкую семью. Но психологи считают, что он слишком высоко поднял планку требований к будущей супруге. Как бы еще не до конца определился с тем, кто же в его вкусе. А можно посмотреть еще много тысяч поклонниц. Это вот некий не останавливающийся поиск при очень высокой планке запросов к девушкам. Приводит к тому, что мужчина как бы уверен, что у него всегда, еще на многие годы и десятилетия, будет огромный выбор. Певец Шура разделяет опасения Родиона Газманова. Ведь детские травмы влияют на взрослую жизнь. Сам артист не женат и почти не общается с матерью. Мне было тяжело, да? Некого было назвать мамой. Слово «папа» я вообще никогда в жизни не произносил, потому что папа от нас ушел. Шура был очень популярен в 90-х. Его любили миллионы, но не родная мать Светлана Медведева. Она сдала 9-летнего Сашу в интернат, потому что не хотела заниматься его воспитанием. Будущий певец много лет жил с бабушкой. Он очень пострадал, и когда, оказавшись чуть-чуть в детском доме, потом, живя с бабушкой, понимая, что маме он не нужен, я думаю, на него это сильно повлияло. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Шура был очень богат, но избегал женщин и не верил им. Чтобы забыть об одиночестве, он стал употреблять наркотики. Но через несколько лет разгульной жизни попал в больницу с диагнозом «рак». Шура лечился несколько лет, но мать приехала в больницу к сыну лишь один раз. А потом выписала его из общей квартиры. Они не общались много лет. Но в 2017 году певец все же решил помириться. Мы с мамой с мамой на кухню, по часам мы общались. Знаешь, не люблю вот это вот ворошить, вспоминать, о чем-то жалеть, когда это уже случилось. Так кому-то угодно, либо это моя судьба вот такая вот, какая есть. Ну, пускай так и будет. Были мужчины, которые меня тоже обижали. И расставаясь, с которыми я плакала и переживала. Но суть счастливой женщины в том, что нужно очень быстро отпускать и забывать. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Анна Семенович – одна из самых ярких участниц группы «Блестящее». Она появилась на сцене в 2003 году и быстро завоевала внимание публики. Мужчины не могли оторвать глаз от ее форм. Я женщина с амбициями. И женщина, которая хочет чего-то добиться в этой жизни. И которая уже многого добилась. Я с акси-бомбочка, пышные парочки. Певица не раз пыталась завязать крепкие отношения. У нее были романы с бывшим мэром подмосковных Люберец Игорем Акуратовым, бизнесменами Дмитрием Кашинцевым и Иваном Станкевичем. И даже с загадочным швейцарским олигархом. У меня, вот честно, не было ни одного мужчины, который зарабатывал меньше меня. Надеюсь, никогда не будет. Умной Ане дарили не только туфли. Некий греческий миллиардер забронировал на имя Семенович номер в одном из лучших отелей Эллады на 50 лет. Анна подарок приняла, но женой так и не стала. У нее было много романов. Возможно, в каждом она видела своего будущего мужа. Но до свадьбы не доходило, потому что мужчины не воспринимали ее всерьез. Есть психологическое безбрачие, когда девушка не понимает сама себя, не готова принять себя в этом мире или поставила своей целью карьеру. То есть в таком случае она тоже может иметь много ухажеров, женихов, но жизнь ее не состоялась. Некоторые эксперты уверены, это не просто психология, а настоящее проклятие группы «Блестящие». Из 20 участниц коллектива крепкую семью создали лишь немногие. «Ой, я сейчас пока не хочу семьи, ой, мне пока сейчас не интересны дети, мне нужна сейчас карьера, я сейчас хочу стать звездой, а потом еще я хочу, потом сольно, и тут бах, и все, время уже пришло, уже работают установки. Мне это не нужно, потому что ты ее составал себе годами, отрицая семью, отрицая замужество, отрицая детей». Ксения Новикова гордилась своим мужем Алексеем Сорокиным, а потом внезапно объявила о разрыве отношений. Бизнесмен ушел от Ксении к своей первой жене. Ольга Орлова увела будущего супруга Александра Карманова у певицы Натальи Лагоды. И та прокляла их брак. Орлова и Карманов действительно разошлись, и артистка долгое время оставалась одна. «Это говорят о том, что на семью наведен наговор и порча для того, чтобы они ругались, как кошка с собакой. Могут быть подброшены иголки или воткнуты в косяк. Это могут быть монеты. Или все вместе сразу. Тогда семья будет ссориться». «За четыре моря, за четыре солнца». Но самая страшная трагедия, которая потрясла всю Россию, произошла с другой экс-блестящей – Жанной Фриске. Певица умерла от рака на пике карьеры в 40 лет. «Мне кажется, что это какая-то как порча, ведь она была у меня. Совершенно здоровый человек был. Она обследовалась». Жанна Фриске всегда была в центре мужского внимания. Певица встречалась с актером Дмитрием Дюжевым, певцом Владом Топаловым, хоккеистом Александром Овечкиным, футболистом Кахой Каладзе, миллиардером Александром Керимовым, бизнесменом Ильей Миттельманом. Но каждый ее роман заканчивался разрывом. Отец Жанны Фриске говорит, что еще в юности цыганка предсказала его дочери, что на нее навели проклятие, которое называют венцом безбрачия. Это сглаз, вот эта порча, на которую я больше всего так предполагаю. Дело в том, что завистников было очень много. Я думаю, что это, скорее всего, женщины, мужчины вряд ли. Мужчины ее любили все. Не бывает белой зависти. Зависть всегда черная, потому как за своих родных и близких мы можем только порадоваться. А когда мы завидуем, это уже воруем, это уже хотим иметь то, что имеет другой. То есть взять себе, без спроса украсть. Почти в 40 лет Жанна заявила, что встретила того самого. Им оказался телеведущий Дмитрий Шепелев. Я влюблена. А это самое главное. После рождения их общего сына Платона Шепелев даже сделал певице предложение. И она согласилась. Но 15 июня 2015 года Жанна умерла, так и не став законной женой. Если звезда, ой-ой-ой. Потому что она тебя, в общем-то, смотрит. И тебе кто-то желает добра, кто-то, в общем-то, не желает, а кто-то и не понимает, что он что-то посылает. Но малейшая вот эта зависть, да, вот, а я лучше ведь. Вот это все соберется. Ба-бах. Юлию Началову долгие годы преследовали несчастье. Неудачный брак с бывшим солистом группы премьер-министр Дмитрием Ланским и развод с футболистом Евгением Алдонином. К сожалению, ее называли сбитым летчиком. Хотя она сбитым летчиком не была. Но все равно вот этот... Внутри червячок, он сидел и грыз. Но главный удар пришелся по здоровью. Анорексия, внезапно развившийся диабет и подагры, из-за которой Юлия была вынуждена прятать изуродованные суставы под перчатками. Болезнь украла у Юлии ее красоту и успех. А отношения с мужчинами заканчивались разочарованиями. Союз Началовой с хоккеистом Александром Фроловым казался поклонником идеальным. Но спустя пять лет пара рассталась со скандалом. Фролов и Началова начали делить имущество и даже дошли до суда. Я видел ее весь в черных облаках. Это те негативы, которые окружали Юлию. Юлия, она отпорчила. Это миллион процентов. Юлия Началовой сама чувствовала, что в ее судьбу вмешалось какое-то проклятие. Она часто ходила к гадалкам. Поклонники певицы подозревали, что обряд заказала бывшая девушка Александра Фролова, которую он бросил ради Юлии. Не каждый человек может магически вот так навести порчу и внести разлад в семью. Но есть люди, у которых, будем говорить так, дурной глаз. И этот глаз, он как бы снимает с человека счастье, слизывает его, забирает и глазит таким образом. По словам экстрасенсов, порча реальна. Энергия проклятий из глазов действует, словно вредоносный вирус, истощает иммунитет и разрушает организм изнутри. И часто злые помыслы совершают через подарки. Когда какие-то особые непонятные подарки, я знаю людей с шоу-бизнеса, не буду сейчас называть кто и что, женщина, которая после такого букета попала в реанимацию, и она отказалась принимать. Она никогда не берет в руки букеты. 8 марта 2019-го Юлию Началову госпитализировали с небольшой ранкой на ноге. Медики диагностировали заражение крови. Артистку ввели в медикаментозную кому, но было поздно. Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019-го года. Неудачи и одиночество словно преследуют многих современных российских звезд. Да что там? Из магазин все вынесли. Да уж не теле злыдня вынесла. Ты что, Марин, кипун тебе на язык. Актриса второго плана Галина Стаханова вообще никогда не выходила замуж. Даже если говорили мне, что меня там любишь, серьезные намерения есть, вы знаете, недоверие какое-то. Про отца ты что еще рассказывала? Неужели 15 лет один, а? Стаханова никогда не была пленительной красоткой, но в молодости пользовалась популярностью у мужчин. Ей приписывали романы с Вячеславом Тихоновым и Олегом Табаковым. Всегда женатые мужчины попадались. Ну что, вмешиваться в семью, как вот разбивать семью. На серьезные отношения она решилась только с Роланом Быковым. Он был одинок, выпивал, своего жилья не имел. И ночевал в коммуналке у Стахановой. Но до ЗАГСа парочка так и не добралась. И очень много бухал в то время. Он же был буйный такой, он же был чересчур энергичный, такой вот шумный весь из себя. У нее был выкидыш, и она попала в больницу. Орлан Быков даже ни разу к ней в больницу не приехал. Галина уверяет, что с детства не может терпеть выпивок. Ее отец-алкоголик не раз бегал за дочкой с ножом. Думать о замужестве, о том, чтобы связать свою судьбу, у меня как-то не было. Видимо, может быть, от того, что боялась вот эта вот рана с детства, вот эта вот оставшаяся у меня. После расставания с Быковым Стаханова родила дочь от подсобного работника стадиона и больше не связывалась с мужчинами. Раны, которые приносят это разочарование, они заставляют женщину выстраивать такой защитный какой-то барьер перед новыми отношениями. Я не хочу сказать, что здесь у нее какой-то венец безбрачия или какое-то проклятие. Здесь просто, скорее всего, психологические проблемы. Когда человек совершает одни и те же поступки, он начинает формировать свою судьбу вот в таком направлении. Актриса Элина Быстрицкая блестяще сыграла гордую казачку Аксинью в кинокартине «Тихий дон». «Он мой, у меня дитё от него, а ты что? Ты отца у дитя хочешь взять?» И прославилась своим тяжелым и неприступным характером. Мужчин Быстрицкая презирала. У нее ведь с личной жизнью не все было очень просто, да? Все было наоборот очень сложно. Никто же не знает, сколько подушек она исплакала и почему. Никто не знает, что с ней творилось, когда она осталась дома одна, долго, месяцами, а то и годами. За Быстрицкой ухаживал Сергей Бондарчук, а она отказывалась сниматься с ним в совместных сценах. Михаил Казаков обвинял ее в отсутствии таланта, но на самом деле не мог добиться ее благосклонности. И когда она его отвергла, Казаков отомстил таким образом за такое женское невнимание. Быстрицкая возненавидела мужчин после того, как ее отверг Кирилл Лавров. Они встречались и собирались пожениться. Но Лавров сбежал перед самой свадьбой к актрисе Валентине Николаевой. Он понял, что ему нужна вот хозяйка хорошая, что Элина на это не годится, понимаете? Она готовкой никогда не занималась. Быстрицкая перестала доверять мужчинам, никому не подчинялась, спорила с коллегами и режиссерами, дерзила даже чиновникам. Ее ненавидели за злой характер. Ее не хотели снимать, не хотели роли давать. Она ведь очень мало работала. Именно по той причине, что у нее был вздорный, как они говорили, характер. В СССР одиноких женщин воспринимали негативно. Поэтому в 30 лет Быстрицкая все же вышла замуж. Супруг Николай Кузьминский был членом ЦК КПСС, руководителем отдела в Министерстве внешней торговли. Николай Иванович работал в ВИИ. Он ее одевал великолепно. Было то время, что купить в Москве ничего нельзя было. Она красавица, она сама красивая, да еще он ее одевал. После почти 30 лет брака Элина Быстрицкая неожиданно подала на развод. Якобы из-за измен мужа. Актрисе было уже 60. У нее не было детей. Чтобы избежать одиночества, Быстрицкая окружила себя сомнительными помощницами, которые фактически довели ее до гибели. Я ее действительно застала в синяках, немытую, нечесанную. Это неописуемо. Это невозможно рассказать. Жизнь какая непредсказуемая. И пусть никто об этом не забывает, что сегодня ты вот, у тебя есть все, слава, красота, деньги, поклонения. На другой день ты просыпаешься и все потерял. Актриса Нина Маслова уверена, что завистники сглазили ее судьбу. Талантливая актриса перестала получать роли, увлеклась алкоголем и так и не смогла найти личное счастье. И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, окипчила. После роли царицы в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» к ней приходили мешки писем от восторженных поклонников. Но пылкие признания в любви не гарантии личного счастья. Единственная попытка Нины выйти замуж закончилась крахом. Я вышла замуж, и мой муж был музыкант в театре. Говорю, был, потому что мы потом разошлись. Роман с сыном Ноны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Володей закончился, когда на площадку фильма, где Маслова играла вместе с ним, приехала беременная Наталья Варлей, законная жена Владимира. От отчаяния Нина вышла замуж за чиновника, но не смогла прожить с ним и полгода. Тогда она решилась пойти к гадалке. Я помню, в какой-то период в моей жизни, когда мне сказали, что должен появиться мужчина, допустим, 36 лет, такой-такой-то, и я уже среди того количества людей, с которыми я общалась, ну, естественно, что я выискивала вот такого мужчину, которого мне описали. Но это полный бред. Своего мужчину Нина так и не встретила. О том, как прожила 50 лет своей жизни, Маслова вспоминает без особой радости, признается, что заливала одиночество водкой. В конце 80-х врачи поставили актрисе смертельный диагноз и дали несколько недель жизни. У вас максимум 2-3 недели, и вас не будет на этой земле. И это послужило огромным, ну, я не знаю, как это сказать, щелчком, изменением вообще всего сознания. И после больницы Нина Маслова пришла в храм. Вера для нее это то, что фактически спасло этого человека. Актер Александр Морозов похудел на 80 килограммов. Лишний вес так сильно влиял на его здоровье, что Морозов с трудом выходил на сцену. Чтоб в семье была любовь, ты не пей из мужа кровь. Будь с ним ласковой женою, никогда не будь змеёю. Вместе с лишним весом Морозов скинул десяток лет, но при этом растерял своих поклонниц. И это странно. Упитанный артист нравился женщинам, а стройный и подтянутый нет. Это за то, чтобы вы ко мне не приставали. Но это не серьезно. Я 20 лет в разводе. Я еле сдерживаюсь. Я сейчас один, и, знаете, я сейчас уже полагаюсь на волю Божью. Вот будет, будет, Господь пошлёт меня невесту в будущем жену. Я не сопротивляюсь, я только за. Но пока на горизонте штиль. По словам Морозова, он был в ЗАГСе лишь один раз. И потом обходил это заведение стороной, предпочитая жить в так называемых гражданских браках. Таких жен у него было не меньше десятка. Обаятельный артист знакомился в самолётах, уводил женщины с семей и бросал ради новой пассии. Я очень капризный мужик, потому что жён у меня было очень много. И, видимо, удовлетворить все мои хотелки очень трудно, потому что всегда сбегаю я. актёр очень гордился тем, что сумел сохранить дружеские отношения со всеми бывшими, пока однажды его не позвали на ток-шоу. Редакторы попросили Александра пригласить в студию всех его женщин. Морозов стал звонить бывшим пассиям и с удивлением узнал о себе много нового. Я звоню одной, говорю, привет, вот известная передача, очень приглашает, пойдёшь? Она говорит, Морозов ты что, дура, ты меня бросил, и ты хочешь, чтобы я пошла ещё и не одна, а с другими твоими жёнами, брошенками и сидеть на всю страну рассказывать, какой ты хороший? Да иди ты! И мне отказали все! Оказывается, я их всех обидел, а я-то думал, это хихоньки-хахоньки. Сейчас актёр признаётся, что ему очень не хватает близкого человека и одиноким быть ему надоело. Нормальные пацаны, ловят дуплетом и русалок, и всех других, потому что мы мачи. Я настолько на самообслуживании, я и готовлю, и стираю, и убираюсь, золотой мужик. Вот, всё сам, всё сам. Поэтому как раз для быта мне женщина совершенно не нужна. Она мне нужна для любви. Свои 51 год он, так сказать, в активном поиске, ищет свою единственную, хотя я сомневаюсь, что это будет единственная. Я думаю, женихом он будет до, не знаю, минимум 80. Они обаятельны и привлекательны. У них есть деньги и слава, но нет самого главного крепкой семьи. Можно не верить парапсихологам, которые рассказывают про венец безбрачия и в проклятие завистливых близких. Можно думать, что просто не везет. Но одиночество тяжелая ноша. Субтитры создавал DimaTorzok